Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то про банковскую страховку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 карму, они тоже это чувствуют. Даже если, может быть, они за тысячу километров будут здесь, а не там. Да, может, ваш муж, там, жена, там, сидит в Москве, например. И вот с кем у вас есть карма, они тоже эту энергию получают. Даже когда очень много энергии идет, они могут негативными очень стать, и очень злыми. Почему это все происходит? В общем, очень эмоционально. Или, наоборот, очень много любви может пойти. Потому что эмоции должны выйти. От них надо очиститься, чтобы было чисто. И вот когда один в семье становится семьясином, мужчина и женщина, постепенно эта возможность, она распространяется на всех членов семьи. Все начинают что-то чувствовать. И, может быть, другие даже начинают принимать аньясу. Сначала они, как правило, дерутся, сражаются с этим. Ну, потихонечку, потихонечку, потому что эта энергия продолжает, эта вибрация продолжает работать. Даже если вы дома медитируете, эта вибрация, она работает на всех в семье. И те, кто чувствителен, может это чувствовать. Те, кто очень чувствителен, много может воспринять, почувствовать. Те, кто не чувствителен, ничего не почувствует. Ну, каким-то образом эта вибрация, эта энергия, она работает. Если у вас вибрация любви, радости, это автоматически просто распространяется. Распространяется ваше, вот ваше собственное. Если вы очень неосознанная темнота, если у вас, вы это распространяете. Злость, ненависть. Если вы чувствительны, и кто-то чувствительно приходит, и он может почувствовать злость, ненависть. Если вы чувствуете, что к вам подошли с этим, вы это просто почувствуете. А иногда вы вдруг в полном порядке, и кто-то приходит, и он кипит внутри. И вы вдруг становитесь злыми, и вообще без причины. А кто-то, наоборот, с любящей энергией подходит, и вдруг вы полны любви. И вы хотите с ним быть. Обнять его, поволтать, посидеть. За руку подержаться. Обняться. Хочется быть с ним. Это все от вашей чувствительности зависит. Если вы чувствуете, все вы почувствуете. И каждый имеет свою вибрацию. И эта вибрация, она исходит из тела. От ауры энергии идет. И когда чистится карма, когда ваша аура в полном порядке становится, светлая, и вот этот свет, он автоматически чистит вашу карму. И когда чистится ваша карма с вашими, там, родственниками, друзьями, с вашей семьей, родителями, даже когда вы с ней встречаетесь или нет, вы начинаете чувствовать просто любовь. И они ее чувствуют. И потому что их темнота тоже выходит из них. Это темнота, она есть в каждом. Неосознанность. Вы просто что-то делаете неосознанно для другого человека. Темнота входит в вас, а ваша темнота выходит. Если вы посмотрите на людей, это они когда сидят, разговаривают друг с другом. Просто разговаривают. Они всю свою тяжесть из головы просто выкладывают. Они перегружены очень сильно в голове. Они просто это выкладывают. Если кто-то их очень тихо слушает, тогда они расслабляются. Но если оба наполнены, то они даже не слушают друг друга. Они просто разговаривают, разговаривают. Никто не слушает. Один переполнен, и второй переполнен. И они не слушают друг друга. Нет, не происходит. А если один сидит в тишине и слушает, вот к психологу можете сходить. Сейчас вот многие любят ходить, многие ходят. Что доктор делает? Он ничего не делает. Он просто очень терпеливый. Терпеливый час, два, сколько угодно. Он просто слушает. Слушает слово. Давай, говори, говори. Твою историю рассказывай. Я то, я это. И доктор очень терпеливый. Ну, просто через час, через час, через два. О, додору чувствует, что-то произошло, что-то ушло. Что-то вышло. Два дня назад, один индус, психолог. Я у него спросил, что ты делаешь? Я вообще, говорит, ничего не слушаю. Я, говорит, даже ничего не слушаю это время. Но вот муж и жена, у них очень много терпения. И он был единственный доктор на весь город. И он говорил, И вот это терпение я набрался в медитации. В медитации я центрирован. Я их просто слушаю. Никакой медицины. Ничего абсолютно. Просто простая комната, стулы. И он сидит тут, я там. И пациент говорит, говорит, говорит. Два, три часа. А я его слушаю. И в какой-то момент происходит опустошение. Выходит из него. И доктор, он даже ничего в него не вкладывает. Он просто позволяет выйти. Вот так же, если вы слушаете. Но если вы слушаете, вы тоже наполнитесь. Вот. Важно уметь слушать, но не слушать на самом деле. Тогда правильнее. Чтобы не набирать. Вот. Вот, например, ко мне приходят. Туристы. Вот была одна женщина. Дхана. Около 60 лет. Она уже в возрасте. У нас был сатсанг. Тишина. Полтора часа тишины. И вот после тишины я сказал. Ом. Все. Заканчиваем. И началась музыка. И после музыки она вдруг начала говорить. И она говорила только на одну тему про его сына. Вот. Она, у нее был один сын, дом. И вот об этих двух вещах она говорила. Сын и дом. И там было восемь-девять человек. Может, десять. Я слушал. Кивал. Один ушел на кухню. Второй с толстой ушел на кухню. И постепенно остались мы вдвоем с ней. Никого больше. И почти каждый день такое происходило. Два часа. И я просто в тишине сидел, слушал. И постепенно все расходились. И они уходили пить чай и заниматься своими делами. И кто-то вдруг спросил. Ты вообще не устал от этого? Тебе не скучно вообще в каждый день слушать одни и те же истории? Ничего нового. Ничего нового. А я сказал, да я никогда не слушаю. Конечно, я бы устал, если бы слушал. Очень была бы тяжелая глава. Да я ее не слушаю. Ой, а так выглядит, как будто ты ее очень заинтересованно слушаешь. Да? Ну, я ей говорю, да, да. И мы даже, мы даже, нам было скучно, мы были даже злые от того, что она это все говорила. Вот. Она все это всю жизнь накапливала. И теперь у нее просто появилась возможность выпустить это все. И постепенно, и постепенно, и постепенно она дошла до тишины, и даже вот на месяц ушла в тишину. И даже один месяц провела потом в тишине одна. Три месяца не хотела никого видеть, просто хотела быть в тишине. И я сказал, вот, ну смотрите, та же женщина. Она сначала не могла замолчать, а теперь она не хочет разговаривать. Потому что все, она выкинула все из себя. Все это вышло. И она была переполнена, и все вышло. И она стала наиболее тихой женщиной среди вас. И она стала очень тихой. Потому что даже у нее начали что-то спрашивать, а она просто не отвечает. Она стала тихой настолько. Вот. И вот психологи и применяют этот метод. Так работают. Когда приходит пациент. И вот. Он говорит, вот психолог говорит, что я не учу, у меня нет никакого учения, я ничего не даю. Должен быть терпеливо слушание. Вот слушаешь, слушаешь, и пациент потом говорит, да, ты очень дружелюбный, хороший, спасибо тебе. И вот дальше какие-то вещи они делают уже, когда происходит лечение. И вот карма, это примерно то же самое. Так же случается. Происходит в тишине вот эта очистка автоматически. Она чистится, чистится. И в тот день, когда вся ваша карма будет вычищена, и он не сможет, уму не на чем будет стоять. Ум просто закончится. Ум вообще, он существует, потому что существует карма. Это его еда. Иначе он бы просто не устоял. Не удержался. Вы иногда делаете плохую карму, иногда хорошую. Это все делают. Хорошую карму, плохую. Иногда вы с позитивной энергией делаете. Иногда с очень негативной энергией что-то делаете. Даже вот для одной и той же человека. Да, может, это ваша жена. Вот у вас. Иногда вы бываете там, вот, помогаете ей, какие-то вещи приносите, по дому помогаете. А когда вы в негативе, наоборот, ругаетесь на нее, кричите. Ты не делаешь это, ты не делаешь то. Обижаете, может быть, ее. Ну, это все зависит от того, как вы, какая у вас энергия. Но карма создается. И так же, вот, если вы идете, там, в социум, вот, вы что-то берете от людей, так же создается карма. Иначе, в противном случае, вы не смогли бы даже существовать с ними. Даже с просветленными. Вот, если вы создаете карму, то вы можете быть в теле. Тело нужно, не нуждается в карме, потому что это смысл существования тела. Иначе бы оно просто стало бы мертвым телом. Если вы спрашиваете про какого-то мастера или про Трагаджи, выглядит, как будто бы он обманывает. Но, вполне возможно, он делает карму, создает с людьми. Ну, тогда тебе придется прийти обратно ко мне и осуществить вот эти процессы по очистке, то есть очиститься. Но одну вещь. Вот, если кто-то пробужден, где-либо, если вот один пробужден, и выглядит, как будто бы он делает плохую карму, или плохие вещи, или плохую работу. Но пробужденный, что бы он ни делал, это истина, это правило. И даже если это выглядит очень плохо. Много историй есть о Кришне, о Шиве. Они убивали дьяволов. Дьявол приходит, они его убивают. Приходит еще один. И все истории про их жизнь, о демонов, о том, что они их убивают. И когда они убивали, они говорили, то этот человек отправлялся сразу же в мокшу, в свободу. Потому что это Шива его убил. А если нормальные люди друг друга убивают, то один идет в полицию, в тюрьму. Все одинаково. И то, и в первом случае убивают, и во втором случае убийство происходит мечом или оружием. Но когда нормальный человек убивает, создается карма, и ее придется отдать. Когда пробужденный это делает, дело в том, что в пробужденном нет агрессии, на самом деле, внутри. В нем нет обмана. В нем ничего нет. Ничего внутри нет. Потому что он хотел обмануть или ограбить, или что-то в этом роде. Ну, какая-то причина, возможно, есть, почему он это делает. И вот здесь должно быть доверие. Пробужденный, что бы ни делал, это на 100% верно. И вот два-три дня назад я говорил, если вы наблюдаете за тем, что делает пробужденный, как он это делает, что он делает, почему вы начинаете там размышлять, вот эти вопросы, почему, что, как, вы упустите главное. Вы точно упустите главное. Потому что у вас ум этим занят. и ум занят, он просто смотрит, так он обманывает, и я буду обманывать. Какая разница? Никакой разницы особой нет. Вот он так поступает, и я так буду поступать. вот он в Гурджи что-то рисовал и давал. Я тоже могу так же делать. Но есть одна огромная разница внутри. Даже мастер иногда злость показывает, но внутри у мастера нет никакой злости. Это как просто игра, драма, но иногда она нужна. Иногда нужно сделать такое серьезное лицо. Но внутри нет ничего. Ничего совершенно нет. Никак не затрагиваемо. Но если вы смотрите через ум, то вы, конечно, видите драму. И вот я говорю, если вы с мастером, смотрите, что он делает, как он это делает, почему он это делает. И вы точно увидите, о, да он такие же вещи, как и я делаю. Да, иногда даже еще хуже, чем я. А я лучше. Это целая калькуляция начинается, ум начинает размышлять, анализировать, как это все. Вот, и я говорю, когда вы с мастером, с пробужденным, смотрите, кто он, что он. И это не важно, что он делает, кто он, смотрите на это. Тогда вы будете всегда в радости. Иначе, в противном случае, ум придет со своими калькуляциями и все закончится. Потому что ум всегда хочет, он всегда хочет беспокойства. У ума нет другой работы. Только хотеть. Почему он смотрит? Почему он смотрит на друга? Потому что он оценивает. Вот, вы такой, значит, я могу быть лучше. судит других. Для того, чтобы себя сделать лучше, выгородить. Ну, тогда все в порядке ума. Лучше, значит, вот, например, как вы когда родились, существование послало вас. Вы были очень особенным, уникальным. Никого такого, как вы не было, когда вы родились. Это правда. Вы уникальны, потому что у вас есть внутри святость, осознанность. но это осознанность, вы ее еще не осознавали, не узнавали. И каждый показывает свою особенность. И каждый показывает свою особенность другим, что вот смотри, я особенный, я особенный. кто-то идет в силу, кто-то в работу, в бизнес, кто-то на луну летает, кто-то к звездам летает, кто-то премьер-министр. И все это бегло, чтобы показать, кто я есть. Я президент Америки. Самый лучший в мире. Самый мощный, сильный. Это все игры эго. Он это сказал, но он не сказал другим, осознайте, что вы особенные, что вы уникальны. Никто не думает о том, что во мне особенного. Каждый думает, что он король. Что я самый высокий, самый лучший. И только очень редкий можно сказать, что я ничто. Я последний. Вы все идите, я последний. Я даже не то, что во второй линии не хочу быть, я последний. И тот, кто хочет быть последним, не может быть, не может быть более последним. Он первый. Только пробужденный, это может понять только тот, у кого нет эго, что я ничто. Я очень хорошо, чтобы быть никем. Очень хорошо быть ничем. потому что я знаю, что ничто это значит, что я ничего не хочу, нет никакого учения. И вот то, какой я есть, такой я есть. Как меня создало существование, такой я есть. Это вот Будда. Это отсутствие эго. Отсутствие ума. Если нет, ума все просто. Можешь, он много раз говорил. Вы думаете, кто я есть? Я самый простой, обыкновенный человек. Я наслаждаюсь собой. Я ее наслаждаюсь своей радостью. И кто-то приходит ко мне, вместе со мной идет хорошо. Не идет, тоже хорошо. Я очень прост. Я обыкновенный. Но вы сами видите, что он необыкновенный. Нет никого такого же высокого, как он. Быть самым обыкновенным, это очень сложно. Быть кем-то, быть чем-то, это легко. И вот просветление, это как вот это так вот. Будьте простыми, будьте обыкновенными, ординарными. Тогда ничего не нужно делать. Вот если вы хотите кем-то быть, вам нужно что-то делать. Ну, для того, чтобы никем не быть, ничего не нужно делать. И это самое сложное. быть ничем. Потому что существование играет, игры с нами, оно говорит, ты уникальный. Во все уши это было сказано, все это слышали. ты уникальный. Ты уникальный. Ты очень особенный. И в каком-то смысле, действительно, мы все очень особенные. Это правда. Но вы не думаете, кто вы есть. Вы думаете, что вы уникальны. и люди не понимают, что они есть существование. Они думают, я тело, я ум, я это, я вот что-то, это такое большое, я большой, сила, деньги, власть. И вот эти вещи люди видят. Но на самом деле, это все не так. что бы ни делал мастер, не смотрите на то, что он делает. Иногда он очень такие прямые вещи делает. Иногда мастер делает для нас. У нас есть какие-то концепции, обусловленности. И у нас есть обусловленности, что вот мастер должен быть таким, просветленный должен быть таким. И мастер приходит, он все эти обусловленности ломает. Да не думайте так. Мастер может быть вообще любым. Он может все, совершенно. Он может быть везде. Он везде может пойти, и все может происходить. Даже вы там не можете пойти туда, он может пойти. Он может пойти в рай. У него нет никаких проблем с тем, чтобы двигаться туда, куда угодно. Для него нет никакого греха. Он вне этого всего. В уме есть грехи. У него есть плохое, хорошее. Когда у вас нет ума, у вас нет всех этих вещей. Это совершенно не имеет значения. И вот, как я говорил пару дней назад, и вот Оша ломал все обусловленности. Очень много. Даже обусловленности мастеров он ломал. Просветленный должен быть таким. У нас так много идей о том, как мастер должен быть так, таким. Не должен говорить о сексе, например. Ни о деньгах не должен говорить. Ни на девочек, про девочек. И вот Оша все это ломал, все эти стереотипы, стереотипное мышление. Он говорит, ага, не говорите о деньгах, да мы даже делать будем деньги, зарабатывать начнем. Просто используйте тело, ум, зарабатывайте. И исполняйте все свои желания. Если вы понимаете, что если вы не понимаете, что желание нужно полностью исполнить, вы будете по чуть-чуть зарабатывать. и в какой-то момент вы просто будете зарабатывать, зарабатывать и поймете, что желание невозможно исполнить на самом деле. И эта попытка исполнить желание, она не приносит удовлетворения. Вы просто отбросите это. Удовлетворение, оно уже у вас. Никто не может внешне, как бы, извне сделать вас удовлетворенными. Удовлетворение, это когда вы возвращаетесь к самому себе, в свой центр. Вот только в этот момент наступает настоящее удовлетворение. У вас, и тогда вот, даже если у вас что-то есть, вам все равно, а если у вас нет ничего, вам тоже все равно. Что насчет денег? Огромное количество людей с большими деньгами, которые даже не знают, сколько у них. И полно бедняков, которых нет денег. И схожие вещи, вот один хлеб и саджи. Даже миллионер может быть более больным, например, ему доктор запретит есть какие-то вещи. А бедняк более здоров. Может, вообще все подряд есть. и вот и где они спят, во время сна никто не знает, где он спит. Под открытым небом? А, в пятизвездочном отеле или в джунглях? Нет никакой разницы. Ты спишь во дворце или в хатке маленькой. Во время сна ты не знаешь? До сна? Перед сном ты знаешь, да, я в хорошей комнате. Вот у меня есть тут кондиционер, то и это. Но когда ты уже спишь восемь часов, ты проснулся. Иногда даже бывает, не понимаешь, где ты? где ты проснулся-то вообще. А, о, это моя комната. Это вот моя одежда. Да, вот так бывает очень часто, что люди во сне забывают даже, где они. Вот, шесть-восемь часов где ты был. Ну вот, до сна и после сна включается ум. Это на самом деле просто решение, желание ума, где спать. Но нет никаких проблем с лакшери, но есть понимание, что я здесь не для этого, эти вещи не принесут мне радость. И вот все мастера и Оша говорят, пожалуйста, делай. Вот сколько хочешь лакшери, столько и, пожалуйста, используй. Но в самом конце, в финале ты осознаешь, что лакшери не может принести тебе удовлетворение. А когда ты в удовлетворении, удовлетворен внутри, то неважно, где ты, хоть в самой простой комнате. И когда ты в удовлетворении, когда ты в хорошем как бы состоянии, все хорошо. И уже простая комната. И, соответственно, вот комната или какая-то, какие-то люди на самом деле не приносят нам удовлетворение, любовь. Любовь, она внутри. Радость, она внутри. И все мастера говорят, и ты уже, в тебе это есть, просто исследуй. Вынь ты изнутри, осознай, увидь это. И для этого не нужно никуда смотреть по сторонам. Закрой глаза, закрой уши и иди внутрь. и как-то вот идешь, постепенно ты идешь внутрь, ты найдешь там. Ты идешь глубже. Сначала, может быть, ты всего пару капель увидишь. Но если уже ты пару капель увидел, уже твоя жизнь изменится. глубже идешь, а еще глубже идешь, капли превращаются в воду, еще глубже. Вода уже как, может быть, какое-то озеро или пруд, ты уже можешь прыгнуть, а ты уже вокруг тебя. еще глубже. Это уже озеро превращается в большое озеро радости. Радость вообще повсюду становится. Ты в радости. Твое тело все идет вовнутрь, вокруг тебя радость. Ты идешь в реку, например, она течет, и ты течешь и река течет. Прямо река радости. И тогда, когда вы полностью центрированы, вы приходите в океан. Бесконечный океан радости. Все, кто приходят, все идут в радость. Все, кто рядом с океаном, все в радости. в радости. примерно так. И это внутри нас. Очень много радости. Бесграничная радость. Нелимитированная. Но нам это нужно узнать, увидеть. и в тот момент, когда ваша внутренняя радость начнется, автоматически внешняя радость закончится. Вы понимаете, я делаю вещи, мне нужно работать, взаимодействовать с семьей, будь в семье. Но когда есть свободное время, это время для меня. И я иду вовнутрь, и там появляется настоящая радость. Вы даже не понимаете, почему она появляется, она нет никаких причин. И настоящая радость, она не имеет никаких причин. Когда начинается, вы можете быть один в доме, один на пляже, по улице идти. И просто радость источается, она просто случается. Все тело радуется, ум радуется, время идет быстро. Вы в свету. Это свет, это правильно. Вы идете в правильном направлении. Но люди не знают, что у нас внутри это радость. они ищут ее снаружи. И как вы знаете, медитация учит как раз это. Медитация учит как раз где взять эту радость. Иногда медитация очень хорошо проходит, очень правильно, и радость приходит. А когда у вас есть радость, я же ничего не делал, понимаете. Ни с кем не был. Просто глаза закрыл. И отлично себя чувствую, великолепно, классно, прекрасное чувство. И тогда вы понимаете, ага, радость-то она во мне. Ни где-то. И вот Кабир говорил на хинде. Олень. У него есть там что-то в животе. Что-то, что источает запах в желудке. из оленя. иногда этот запах выходит из оленя. Тогда олень становится чокнутым, он становится бегать, начинает бегать. И он может сам себя поранить, может врезаться в дерево, бегает в разные стороны. Вот где запах появляется, туда он бежит. И этот запах делает очень радостным. Он его ищет. Где же, откуда же запах-то идет. Носится повсюду. А Кабир говорит, да не беги, запах-то из тебя исходит. Он внутри тебя. И вот он говорит, мы такие же чокнутые, как этот оленя. Иногда мы это чувствуем, этот аромат. И думаем, а, это связано с этой женщиной, точно, это вот она. Он мужчина. Это из-за него я такой радостный. а кто-то власть, вот это то. Но после некоторого времени эта иллюзия растворяется. Вот эта женщина, она никогда не могла сделать меня радостной. Та же женщина. До этого было так много радости, шесть месяцев прошло, и я хочу все закончить. Я даже ничего не хочу. Да, на самом деле что произошло? Да просто радость она внутри вас. А вы думали, что она там. Потому что наши глаза смотрят наружу, уши слушают то, что снаружи. И мастер говорит смотри вовнутрь, слушай внутри, внутренне. Твоя энергия, твой источник. и вот когда энергия приходит, она и есть радость. Твоя внутренняя энергия. И радость в вас. В тот день, когда вы это узнаете, вы не будете искать снаружи. И тогда все будет по-другому. Вы будете радостны исключительно для того, чтобы этим поделиться. Вы наполнены, что делать? Вы полны этой радости. И вам необходимо, чтобы она куда-то пошла. Как облака. Вот они полны воды. Вот они летают и ищут, куда им скинуть эту воду дождем. И вы становитесь полны радости, энергии. И тогда хорошо ей делиться. Что как радость вас не проявилась, любовь, делитесь этим. Когда вы делитесь, тогда начинает еще больше происходить. Приходить. теперь вы уже знаете источник. И вы знаете, вот тут вы дали, а тут опять пришло. И в один день вы становитесь. здесь. Вот если вы видели мастера, вот такие изображения. Одна рука тут, другая тут. Вот сверху энергия приходит, а второй руке она выходит. Свежая приходит постоянно и идет дальше. Вот. А вы просто передаете. вы просто передаете. здание. Зачем вы сюда пришли, ваша цель достигнута. вы знаете, что чтобы не захотел мироздания, вы просто в потоке. И куда вы смотрите, везде красота. Все, что вы слушаете, все святое. Все святое. Все, что вы говорите. И везде лишь красота и святость. И тогда жизнь совершенна. И все, почему пришли это получить. И до того времени, когда вы этого не достигли, не останавливайтесь. Когда вы становитесь медиумом существования, тогда вы понимаете, что это совершенство. существование выбрало меня и выбрало меня, чтобы я делал эту работу. И вы будете очень удовлетренно, в совершенстве, будете радостны. удовлетворяем. вот то, для чего я пришел осуществилось. Делиться радостью с природой, с людьми, с чем угодно. Это сделает вас очень удовлетворенным, очень наполненным. И когда вы будете покидать тело, скажете, «О, я полностью удовлетворен». И радость будет распространяться везде. И ничего не нужно. Любовь, она главная. Будьте в любви и делитесь этим. Имейте внутри любовь, будьте наполнены любовью и делитесь этим. делиться будете в любом случае. Любовь, она хочет идти. Вы даже наполнены любовью, вам даже захочется, чтобы она пошла из вас, чтобы делились. Обычные люди, они чего ждут? Все будут говорить, что они всем говорят, дай мне любовь, дай мне. Они ждут от всех любви. А вы наоборот понимаете, что любовь внутри создается, идет наружу. И тогда жизнь становится более прекрасной. отчет. Дальше. 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 Сейчас ретрит. Вы не напоминаете ее иногда. Так, сейчас проходит ретрит. Эмоциональное очищение. Сейчас будет медитация. И потом ланч. А потом начнется сессия ретрита. Сейчас будет бесплатная медитация, на ней можно остаться. И вот эмоции, значит, очистка эмоций, как эмоции выходят из нас, появляется любовь и красота. Любовь и красоту не нужно никак достигать, достаточно просто вычистить эмоции, очистить тело. Любовь и красота – это и есть свет. Да, включите, пожалуйста, сейчас музыку, мантру. Спасибо большое. Не за что. Спасибо, Людмила. Спасибо. 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 Спасибо.